все у вас хорошо соседку солдат солдат кто-то тут с войны в общем ребят я решил что буду свалить из этой квартиры потому что я уже как-то рассказывал что какие-то постоянные звуки тут сдаются как будто кто-то за дверью постоянно ходят как будто кит стуки по ночам спать просто невыносимо как будто дома завелся барабашка хотя соответственно никого нет и я в целом пробашка не верю поэтому будут съезжать на съемную хату сейчас должен кирилл приехать я ему расскажу будем вместе искать из-за чего я сейчас камеру включил то что он вот поэтому камеру включил то что он в первый там домофон позвонил я уже понимал что он поднимается короче сейчас надо просто найти хату возможно даже подальше от центра на всякий случай про чем съемных от хочу найти а зачем просто чистить квартиру другую смысл смысл в том что здесь я находиться уже не могу объясни почему потому что у меня кровь здесь в этой квартире не понимаю я вижу какую-то хрень постоянно то что я говорю кто-то ходит за дверью кто-то ломится это дополнишься ночью позвонил сказал что здесь еще сможет подлететь а ты сказал что выпил и что уже не варик вот но там получается ты можешь уберешь вот эти тотемные свои может они тебя какие-то темные же просто какая статуэтка это я в это очень верю они же тоже как-то действует но чё это не действует при этот это просто из гипса сделано не убирал их не продавал никуда не занимайся вот это криповый вот это то есть на не криповый этот бред это вообще странно связано с тем что кто-то ходит возле моей квартиры по ночам и то что дома четко бери бежит блин как у тебя может кто-то ходить у тебя шумоизоляция я вот я все слышал подъезде происходит знаешь в три-четыре часа ночи все соседи спят подожди а когда я тебя звонил в дверь ты что-то говорил на камеру очень тихо там вообще абсолютно не смутно изнутри я слышу даже когда лифт приезжает понимаешь я все слышу и ручку у меня сама по себе дергается да наверно никто не дергает или мне показалось у тебя камера есть у тебя записывает ну и чё ты проведем я не знаю там ничего не было ну вот ничего не был мне кажется реально кукуха едет маги детку кирилл не поможет переезд хочу просто свалить но ты проверим заодно мне не едет кукуха я в меняем я все понимаю что происходит и чё ты сейчас забирать часовой будешь типа ну вот там три рюкзака я сидит все короче утром да нахер мне нужен компьютер вот он уж мне точно нужен камера ребята все прекрасно знаете что я люблю свободное время поиграть в gta на проекте рад мира либо же хасл если играю с телефона с нет возможности добраться до компа но не все из вас знать что я реально ввиду съемки видосов по этой игре то есть когда я захожу в игру я стараюсь записывать все события которые там происходят и все ребята которые попадают мне на глаза с которыми я взаимодействую в игре попадают в эти вот ролики на этом канале ващенко game канал 183 тысяч подписчиков здесь вот куча роликов и суть в том что здесь не только по игре то есть помимо игры я разбавляю это тем что рассказываем реально различные истории своей жизни то есть вот недавно был инцидент с моей мамой доставкой кто смотрит телегу тот знает также кто смотрит этот канал те знают я более подробно рассказал всю ситуацию почему помирить с юрцом тоже здесь я все рассказываю короче по сути все что вы хотите знать о моей жизни вы узнаете краски на проекте рад мир вот на моем канале я играю на 16 серваке залетайте вы можете также давать мне вопросы в самой игре потому что комменты все могу не увидеть но в игре 7 на 3 в голосовом чате мне задать вопрос я не сбегаю я всегда с вами общаюсь и взаимодействую поэтому залетайте водите обязательно промокод он тут перед вами на экране по нему получите бонусы с которым будет проще начинать уже какие-то деньги будут вы уже будешь не совсем бездомным вот есть еще у нас беседа такая вконтакте радмир 16 сервер 4400 участников а не смотрите на то что они периодически убавлять дело в том что если кто-то флудит памят оскорблять других он просто исключается за эту беседу потому что здесь только дружественное общение и общение только по игре то есть можно друг другу помогать что-то советовать про продажи что-то в игре там а вбрасывать и так далее поэтому залетайте по ссылке в описании все ссылки будут там играть можно на айфоне на андроиде на компе с любых вообще платформ с каких только вам удобно поэтому залетайте всех ключи документы все больше ничего собой заложить психиатру обратиться мне кажется чтобы ну просто посоветовал может быть тут для камеры все тут макс обувь с мамкой вчера общался она же по последние два месяца ходит губик какой-то там типа экстрасенс не экстрасенс что-то на вот да я вам да она гоняет но она очень верит в это она приму в реке не все верят во все они знаешь битвы экстрасенсов короче смысл в чем я сейчас объясню вот это классно да вот тоже красивого я объясняю то что ну со слов манки а вообще сама ничего этому экстрасенсу вот этой женщине рассказывают а так сходу все знает даже что у нее все чисто психология но может она и психолог но слушай в любом случае если она рассказывает это а ты чего хочешь предложить ты не пойду не доехать спросить кто медведь дергает или чё ну ты скажешь вот что ты говорил там тип сны у тебя плохие кажется что что-то здесь ходит кто-то ну давай поговорим сей ну чё такого здесь макс ничего живет она варбе просто денег она стрясти хочет и все нет кстати ты не прав она вот слова марки она горит типа мне ничего не надо там если хотите можете оставить денег вот вот так многие экстрасенсы на самом деле делают мам опять же психология просто понимаешь что смотри она может назовет сумму 5000 человек не понимать то что вот от меня аж зависит а сейчас там 5 а вдруг малый дают наоборот больше не вам поменять тысячи по две по три дает но при том что она не против она говорит можно просто сахар принести хату надо короче снимать поехали ваще но вещи все равно от забрать в любом случае сейчас вечно не ромать его едешь да сначала вещь сейчас закроем просто желатка надо адрес как минимум заездную кварберку сейчас узнаешь но за одной хату где-нибудь там поищем что со мной ну где-нибудь да парик там для камеры я еще не все бы собрал кроссовки убрал чего с собой взять на сеншек твоей услуга как наши вопрос карман услуги спросить что у меня в кармане что она определит не знаю сушь я у нее не было сигарю но мамка ее прям нахваливает она доедем но я в это все не верю напишите комментариях кто верит в этих вот экстрасенсов медиумов там кто там на картах таро там гадает и все в этом духе я лично во все это никогда не верил для меня это как будто бы мошенники но не то чтобы мошенники будто бы психологи которые по сути они нужны и дать человеку для того чтобы внушить ему что-то обнадежить его и чтобы дальше работала психосоматика и он на основе того что она сказала стремился к этому и когда это произойдет он куда помогло по факту это его заслуга его достижение чё ты собрался куда стрелял понюхай ты помнишь как вот когда-то выстрелил по но как вот он не выветрился нет он как он не выветрится после тебя походу в тебя когда стрелял нет уже время прошло ты чё угараешь но он же валялся просто не ромните закрытый пахнет так как будто вот но я не доставал кирилл минуту назад я его не доставал может я его себе заберу лучше на всякий случай меня сейчас куда положить я могу давай сейчас сначала разберемся с медиумом чё куда там для чего решим какие мне рюкзаки забирать сейчас еще дать им что пару вещей он и трусили 1 возьмем она она ждет все на нарытие от них нужно нажать мне даже забавно не очень люблю ситуация очень никогда в том числе но слушаю как минимум по телефону на меня показалось адекват деньги взял да ты сказал не надо не вообще не важно не берут денег звонок что я шатурка здравствуйте мы наверное кого вот он своим созвонил я звонил ты зачем пришел с ним ты зачем пришел у меня изначально звонил то я не тебе ты зачем привел его сюда а он прозвонил да пойдем вот я не тебе говорю вон отсюда пошел ты зачем пришел кто он пошел отсюда проходим проходим ты садишься туда ты садишься туда ты садишься сюда да я это ему помочь надо они я знаю мне надо разве рассказать что-то что привел тебе вообще он не сюда привел так-то у меня просто мама сюда входит в ком я знаю сколько проблем у тебя расскажи да но в целом то все хорошо не скажи что ты ты уверен в это ну да просто есть какие-то люди а тот кого ты привел этот клещ который к тебе прицепился я не клещу ты зачем его привел кого меня или вот силуэт руки тянет зачем он пришел с тобой не вижу никого кто это это человек силуэт его который тянет руки который принес тебе много бед и еще принесет и по лезвию ходишь ну а чем надо спросить у него т.д. мы сейчас просим у него привел его в мой дом это же шторг он сам пришел ты чё пришел он со мной не разговаривает я не понимаю с тобой не будет говорить все беды у тебя от него и ангел-хранитель твой уже ослабевает все от него сейчас идет а чё надо ты ему сейчас мы посмотрим положи буквы подумай про свою беду подумай о своих бедах видишь болото снова это как раз или про ипотеку же двор твои беды в доме болезни которые еще будут у тебя очень много болезней и все идет от него который стоит около тебя он как клещ он пьет твою кровь твою жизненную энергию конкретика будет какую-то сейчас карты все скажут видишь вещь у тебя есть краденая вещь от нее все беды идут к тебе ничего не ворвал нигде это вещь у тебя сейчас с собой ты мне принес в дом ее доставай доставай он не краден и вообще-то положим что ты уверен в этом что он не крадал тебе такое сказал на поиску я через металл искать или в земле нашли выкопали а ты спроси этого человека кто наглым образом украл эту вещь я дал тебе это проклятый пистолет он несет беды в твой дом и ты не хочешь от него избавляться ничего не хочу просто никто не покупает смотри что свежего пистолет раз 2 убийство все все смерти у кого появляется пистолет все смерти идут от этого пистолет ты видишь какой он старый ну конечно же 44 года я не про это тебе говорю у него своя история история печальная история все в крови и человек который силуэт стоит около тебя он хочет и тебя забрать и только это происходит все из-за этого все из-за этого посмотри видишь душа вот эта душа этого человека страдающая душа ангел-хранитель тебя больше уже спасать не может он ослаб и может случиться совсем плохое тесну и плохие снятся страшные мне не знаю мне кто-то ходит на беды дома происходит что-то ломается с кем-то ругаешься кто-то стучится просто хоть с родными ругался ругался вещь ломалась у тебя тоже ломалась вещь все из-за этого еще будет больше бед вот он смотри вот этот клещ который к тебе пристал еще не много ведь останется мало времени а ты такой молодой уже скоро то есть я умру ты должен избавиться от этой вещи но избавиться продать ты должен закопать чем дальше глубже я тебе дам в конце сеанса свеч и ты закопаешь вместе чтобы избавиться от этого клеща который не дает тебе покоя который полезли тебя будет отомстить тебе за бед за свои а то человек и человек который отдал он тебя обманул что это макс ну не ерничу да не ерничу но где-то здесь ни при чем не мне надо мести а ты спросил того человека кто-то я спрошу в россии он новым образом украл а на нем проклятие и у всех у кого этот пистолет появляется начинается проблемы проблемы в семье со здоровьем поэтому тебя беды и настигают постоянно ты замечаешь наверное это и знаешь что все прекрасно что нечестным путем и пистолет попал тебя обманули очень обманули вы вот этим сеансом сейчас поможет сейчас мы с тобой почистимся и изгоним этого клеща вот эти вот можете вы мне никак нельзя с вами или я то есть получается этому духу можно находиться здесь а я же Старая история у этого пистолета, старая Потерял он свою семью Теперь беды на тебя приходят Убирайся, убирайся Сохрани его Убери все беды Отправляйся Уходи, уходи Это вообще Горькова, я думал, как-то лоитове будем урожать Уходи отсюда Уходи отсюда Уходи Куда ты пошел? Куда ты пошел? Кирилл? Куда ты пошел? Кирилл? Иди туда Да, ты уходи Куда? Реально каждый все по делу Я не знаю, это бред какой-то, Кирилл Я не знаю, это бред какой-то Ты просто какие-то эти картинки Можно оставить? Сколько? Сколько? Слышишь? Что происходит? У вас все в порядке там? Макс, мне стремно У тебя он не заряжен, но все равно Все у вас хорошо? Макс, ножик есть? Класс Проверь место Уходи Что? Что у вас случилось? Все нормально? Давайте руку Зря я его Зря я его впустила в свой дом Разгнивался, он разгнивался Может мы пойдем уже? Я видела, кто это был Я видела Кто это был? Он все Соседка или? Солдат Солдат? Солдат У вас кто-то тут с войны вернул? Старый, старый Весь обожженный Он зол, очень зол Убили его семьи, убили Попрошу тебя, избавься от него Избавься Избавься, закопай Себя спаси А может коврой вызвать? Закопай не надо Точно все нормально Себя спасай Я справлюсь Разгнивался я его Прямо его пустили Я тебя прошу А где закопать без разницы? Закапывай дальше От дома Дальше со свечой Я тебя прошу, стой Стой, дай руку Закопай Я вижу, что ты не хочешь Закопай Убереги свою жизнь Ты можешь мы продадим лучше Убереги никакой продажи Закопай со свечой Я тебя прошу Хорошо, все Сделай это Все хорошо Спасай себя Мог дойти Будем избавляться Поехали Сначала давай до бардача Доедем Проверим Достоверность и информация Она сказала, что он нам Наглым образом То, что на самом деле Не найден был, а украден Проверим Погнали Именно надо так подвести Что мы знаем Но не говорите откуда А то он нас дебил просто Садись Что просто есть на 100% неправда Забавно Макс говорил, что он не верит Типа это все фигня А теперь он получается Прям захотел сразу бардачом Типа проверять информацию Что стопроцентно Что ты говоришь Ничего говорю Не может места какие-нибудь Более нормальные Выбирать Желудный тип Он может прячется от кого-то Может еще что Может у него тут гараж Мы давно знакомы Мы вообще не знаем Про него Потому что он вечно шифруется От кого-то вечно ныкается Потормози прямо здесь Я думаю мы ненадолго Ну здорово 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 Короче Что-то втянул ты нас В эту чепуху с стволом У меня крышняк от нее Просто уже сносит Какую-то херню постоянно Да я тебя втянул Ты мне предъявлять Понял А что грессируешь Да потому что Вы заколебали Вы каждый раз приезжаете И начинаете мне рассказывать То что я вас куда-то втянул Я никуда тебя не втягиваю Я тебе еще когда сказал Избавиться от ствола Отгони Кирилл Пока машину поговорим Стой Ну погоди Окей Допустим А стол вы нашли С металлоискателем Или как вы там Раскопки ввели Да Какая тебе разница Я тебе все рассказывал Большая разница Опять Ствол Овный См***ли вы его Ничего вы там Не нашли Не выкопали Вы у кого-то его отжали Вы украли Чью-то вещь Да какая разница Какая разница В смысле какая разница Огромная разница Трешь ты на меня Потому что вещь Прилежит не тебе Да и че И не тебе тоже А ты с ней Разгуливаешь Я тебе когда сказал Избавиться от него А ты бухаешь И тебе похер Да Я уже даже не бухаю А нахера был врач Чтобы вы там Выкопали Сказал бы Что ствол ворованный Вообще у кого-то Кому сказать Кому сказать Вам хотя бы сказать Макс ты че Какую это хрень Городи У меня пацаны Его копали Тут целое лето И че И нихрена не выкопали И че мне было делать А тут прошел Слушок Что этот ствол Давным-давно Уже откопанный И находится У одного хрень Непонятного Ну поехали И отжали этот ствол Ну и че Я приехал Пацанам сказал Что выкопал Какая хрена разница Выкопал я его Не выкопал Все думают А у кого ствол отжал Что там за ситуация Как вообще все было Да никак Ну короче Не выкопали мы ни хрена Вот Поехали мы к этому Пацану На которого нас навели Приехали Ствол у него Вот Ну там мужичок Вот Мы его попросили Добро отдать Он уперся Порезал Одного из Моих пацанов Ну те его помяли Маленько Вот Да ну ничего там критичного Не произошло Ствол забрали И разъехали Все Серега А ты не мог Про это сначала Сказать Ты думаешь Мы глупые Мы у экстрасенса Были Какая хрен разница Она вам как Эта информация Помогает Нам экстрасенс Сказал Про это И че И че дальше Ну и че дальше Я вам еще Когда сказал И избавьтесь от него Выбросьте его Продайте Ни хера Вы же продолжаете Да мы пыкаем Каким хером-то Ты сначала держался За него Сам не знаю как Вначале да Ну и че дальше Я-то вовремя понял Что пора его склевать Вот такой человек Уже говорит Что какая-то мутная история Ну мутная история А я тебе об этом не говорил Я тебе когда сказал Что мутная история Мутная Реально мутная Я его От него быстро избавился Вы пошли его Выцепили И опять Вы с ним Продолжаете Расхаживать Вы же решили Все свои проблемы По поводу Этого ствола Со всеми Разобрались Все уладили Разве нет И ствол Вы продолжаете Беречь За каким хером Он вам нужен Ну надо Избавиться Надо продать Давно пора Я как бы вот Ну я бы его А ты почему Ты перепугался За что-то тоже Или что Может ты что Значит что Мы не знаем Нас там Учисли не мистика Уж какой испугают Вот смотри Да То есть Ствол Забрал не я лично У этого пацана Его забрал енот Ну помнишь Да И тут же происходит Какая-то херня с ним Тут же Енот меня чуть не завалил Ты помнишь Да Эту же всю херню Все мы это помним И все Кому попадает ствол Начинает Какая-то Происходить Люди либо погибают При загадочных обстоятельствах Как и сам енот Между прочим Его ведь вальнули Кто Че Когда Свои Кто Непонятно Ну я как бы Умирать-то не боюсь Но при загадочных обстоятельствах Не очень хотелось бы Вот реально Я поэтому И за тобой приглядывал С этим стволом И вытащил тебя Из того гаража тогда Но вдовас Не доходит Что здесь жопа какая Не подожди Ну то есть Я сейчас Что слышу Ты На полном серьезе Реально В это веришь Потому что тебя сложно Напугать Получается Нет я не боюсь Я не боюсь Но это Ну либо там Реально какая-то мистика Я конечно Сомневаюсь Но начинаю верить Ну либо кто-то Охотится за этим стволом Так что Просто трэш Ну то есть Человек там Варит всех Направо и налево Кто это? Духи Я не знаю Там восставшие Это уже достаточно долго В руках Ну и чё И жопа у тебя У тебя жопа Ну согласись Так же как и у меня Я вот избавился от ствола И живу себе спокойненько Меня никто не трогает А смотри А вот до этого ситуация У кого забрали этот ствол Там вот мужик Или там семья Там ну неважно У них всё нормально было То есть этот ствол находился Так ты чё думаешь Мы их спрашивали что Ну мы приехали Этого прессанули Жену там в комнате заперли Да там мужик с бабой Вот ну и всё Там енот разбирался Понимаешь Я даже в дом не входил Они забрали Слово мне передали Мы приехали на раскопки Пацанам сказали Вот мы тут ребят Такие вот молодцы Нашли Ну и всё А потом А потом началась Вот эта вот шляпа С енотом Всё остальное правда Но только происхождение ствола Тут как бы Реально Но тут пришлось И я в этой ситуации Вообще никак не виноват Так что завязывайте Мне предъявлять Эту всю херню Мы тебе предъявляем Потому что ты нам Не дорассказываешь Всё Почему ты от нас всё скрываешь Какие-то детали Почему Историю не рассказать Почему мы узнаём От проверенных источников Это всё А потому что Представляешь Если бы это всё Вывалилось бы на канал И мои бы пацаны Которые там копали Узнали бы шоу Ни хрена Они не выкопали Ну и чё дальше Ну и кому это То сейчас уже Как бы похрену Скрывать мне нечего А тогда это было И этот ствол Он реально денег стоит Реально денег стоит И вы это уже Прекрасно понимаете Ну уже даже Продавать его желание Мне тоже хочется Да я тебе сразу сказал Ого надо избавиться От него и всё Ну а может ты сам Скинёшь его Хотя нет Лучше мы А закопать А как мы сейчас Закопаем куда-то Учитывая что Да выбросьте вы его То и всё Нет Ну я тут как бы вообще На чё не претендую Я понял Вот Можете здесь его запулить Отъехать от меня Если вы там за чё-то Переживаете Выкиньте его нахер И всё Вон люк Любой кондиционный Ковырнули И выбросили Поехали Может в лес Вообще закопаем Сейчас режем Ну в снегу вы его сейчас Вам добрый прям совет Пацаны Не глупите Выбросьте его Избавьтесь от него Хорошо Я не знаю Сломайте Сожгите Выбросьте Паши Странная тема А я-то думаю Почему он так больше Не тянется С этим стволом То да Изначально Помнишь Он прям Жопу рвал Никому не продам Никуда не отдам Цены Бешеные А тут он просто Берет его И кому-то продает Кому-то коллекционеру В тот момент И без каких-то Грузей Несовести Причём Он так не супер Дорого Продал Оказывается У него очко играет Оказывается Он переживает Оказывается Уже Он тоже замечал Какие-то странности Непонятные К своим Этого ствола Да А сейчас А куда мы сейчас Закапывать будем Сейчас Ну хрен Сейчас выкопаешь Земля себя мерзлая Мы сейчас Его не закопаем Никуда В реку скинуть Но далеко ехать Лёд? Нет Там льда нет Как вариант Давай покатить Из этой жопы Выйдем Подумаем Как от неё избавиться В зиму Сейчас Надо лопатку Пить какую-то Штыковую Сейчас Лёд В снег Его закапывать Это бред Надо в землю Закапывать А нахрен вообще Закапать Сейчас Никто не закопаешь Земля мерзлая Земля мерзлая На улице Она же сказала Со свечой Надо именно Закопать Дома себе Романтический ужин Какой романтический ужин Ты чё Ну максимум А она же Серьезно сказала Закопать Это реально Объективно безопасно Ну и сейчас Никуда его не закопаем На улице Зима Земля мерзлая Ты никуда Сейчас не вкопаешь Это абсурд Полный Лопату Ты штыковую Сейчас даже Не воткнешь землю Ну слушай Как минимум В люк Я не знаю Ну я бы Закрыт Давай по городу Ездить Искать Люки Все открыты Ну Я не знаю Мак Я в чужих Да ну Мак Давай решать Вопрос Чё ты выходишь Что Чё ты тут решишь Ну просто Всё Никаких проблем Никаких Маш Так сделать Нельзя Было Чё ты сделал Понимаешь Дальше Не наши Заботы Понимаешь Я тебе сказал Надо обязательно Закапывать Да Закопать Но слушай Вот этот вариант Который выбрал Это самый безрассудный Так было делать Нельзя Самый простой Просто Раз и всё Никаких проблем Нельзя Бо Нельзя Было Делать Как он нам и говорил Всё сработало Ты кому больше веришь В городачу Или какой Больной Бабище Погоди Вот ты сейчас Чё сделал Это надо Вообще без мозгов Быть Чтобы такое сотворить Я всё правильно сделал Я специально спрошу Ребят Напишите пожалуйста В комментариях Это было неадекватно И так далее И вообще Это преступление Я вообще Это реально преступление Чтобы они не разделились Просто Никто не узнает Чё с ним стало Тебя заблочит видос За вот этот момент Просто За это никто ничего не заблочит Ты чё бред несёшь Какой-то Я просто не буду Даже выкладывать Именно чтобы Чтобы не разделялись Эти мнения Это бред Потому что Я понимаю Что кто-то может Тебя поддержать И так далее Поэтому так Короче Историю молчит О том Чё стало Сидите догадывайте Это не весело Ни хера Чё ты сделал Почему? Потому что А мы не веселимся Кирилл Мы себе жопу спасаем Тут нахер В этот момент В смысле Не весело В лес идти Просто Надеться на чудо Копать Пытаться Выгрызать землю Ты чё серьёзно? Ладно Держи Не хочу Я куплю попить И отвезу тебя Короче Это вот на твоей совести Досрать я хотел Короче Я приду через 3 минуты Короче Телегу выложу Этот момент Со стволом Как мы от него избавились И так далее Залетать в Телегу Там смотрите Мне всё равно Вообще На его хейт На его реакцию Пусть бомбит Сколько хочет В Телеге посмотрите Ссылка в описании Там этот момент будет Ну Самым любопытным Будет понятно Чё с ним стало А так Не для всех ушей Не для всех глаз Поэтому Залетайте там Смотрите И скажу сразу Вы можете Меня хейтить Можете там чё угодно Говорить Но Это на чё Уже не повлияет Ни на что Это уже не повлияет И я не считаю себя В чём-то виноватым Ссылка в описании Смотрите Субтитры сделал DimaTorzok